4 часа антиоконный гель для улбаня, вверху шею снимает и замедляет твой бактерий. Вот так вот. И очистка, как будто кожа лица. Очень повлажнение, очищающий гель. А, точно, там были гели. Не знаю, почему. Сейчас мы пойдем купим билеты. Заходите. Девочки, мальчики, всем привет. Начинаю свой новый влог. Девчонки, с утра уже была на этом... Господи, чуть меня не въехал. На коррекции маникюр делала. Сейчас вам покажу. Сейчас ногой зажму. Девочки, и дорогу, и вам, и все. Не видно, да? Давайте, немножко поедреннее буду ехать, чтобы... Вот так. Короче, сделала французский. Вот, теперь оттуда. Вы пока сидела, значит, на этом... Кстати, без укладки, без ничего, девочки. Что-то волосы отросли в очках. То, что еще и не накраситься не успела. Что-то вообще сумасшедший день. Сейчас еще ветер у нас какой-то дурацкий. Сегодня я пойду с своими ребятами... Подождите сейчас секундочку. Я посмотрю, у нас тут что-то... Какие-то в центре палатки разбили. Праздник был, либо будет. Что-то я вообще не в курсе городской жизни. Так, девчонки, значит так. Племянница уже уезжает далеко к себе в Омск. Малыш наш, 5 лет. Девчонка Лиза. Ой, смешная такая. Вообще умора. Вот. И подарок я вначале делала, когда приезжала. И сейчас вот еду за подарками. Потом мама мне позвонила. Попросила, ну, от... Чтоб я купила, от нее подарить. Ну, раз уже еду. Сейчас поеду. И они должны быть где-то там тоже в магазине. Брат мой Егорки тоже покупает игрушки. Короче, не знаю. Может быть, встретимся в машине. Может быть, нет. Потом вечером хочу их сводить с Егором. Angry Birds идет сейчас с мультфилем. В 17.40. Ну, а потом пойду погуляем. Может быть, здесь по дружбе, по парку. И этот... Ну, в кафе их заведу. Короче, у меня программа на сегодня расписана. Девчонки, по часам, как у Путина. Слушайте. Так. Вот. Все. Хорошо, что я вчера вот на готовил облака. Хотя сегодня еще хотела зеленый борщ сварить. Но мне кажется, я могу успеть. Потому что сейчас два, допустим, я там побуду. Будет три-четыре. А, нет. Не успеваем. Нужно хоть накрасить чуть-чуть. Так. Так. Больше откладывается на завтра. Значит так. У нас в городе вообще сетевых магазинов игрушек нет. Есть Детский мир, но это сами они от себя вот придумали. Он как был, короче говоря, у нас на микрорайоне еще в советские времена Детский мир. Так вот он и остался. Они, видимо, его выкупили и тоже называют Детский мир. Вот у них четыре магазина, получается, по Элисте. Сейчас немножко вас удлиню. Упс. Четыре магазина, получается, по Элисте. А сейчас еще сезон, знаете, чего? Самокатов, велосипедов, бассейнов. Туда заходишь, а там вот весь этот товар. Не повезут же они в омск бассейн, да, девчонки? Так. Поэтому езжу. А есть еще на базе, ну, оптовая база. Так. На оптовой базе тоже есть магазин Мария. Там тоже много вот игрушек бывает. Очень много даже, можно сказать, выборка, короче, там хорошая. Вот еду туда, посмотрю я там что-нибудь, может быть, наберу. Так. Я деньги еще до этого подарила. Всякие сумочки, украшения. Она любитель у нас такого. Вот. Так что еду, девочки. Егор пошел тоже к бабушке. Софика со мной не захотела ехать. Говорит, буду рисовать. Вот это у нашей мамы день рождения. А она ей каждый год на день рождения что-то рисует. В том году она им портрет рисовала. Папа и мамы дарили. Я вам потом как-нибудь покажу у бабушки. Он там висит прям, вообще точно прям поймала. Точно-точно. Хотя она тогда была... На следующий год она будет, короче, выпускаться. У нее сейчас последний класс. А тогда она была... Сейчас она в третьем. Во втором, наверное, получается, классе художественной школы. Очень хорошо нарисовала. Ну, вот и сейчас что-то так выдумывает, не знаю. Так что... О, кстати, а я могу... Она мне просила какую-то доску. Хочет рисовать прямо на этой... На дереве. Сейчас я посмотрю. В этой Марии, наверное, будет что-то такое. Ну, для творчества деревянное. Так что, девочки, еду. Куда едем? В кинотеатр поедем. А Лиза с нами ехать не хочет. Отказалась. Хочется в фоне играть. Лиза не хочет. Так, девчонки, мальчишки, отправляемся мы в кинотеатр наконец. Немножко, будь себя в порядок привела. Полин, поздоровайся. Здрасте. А ну, Егорка. Приветики. Привет. Приветики, садитесь. Приветики, девочки. Да. Да. И поедем в кинотеатр. Так, давайте где-нибудь там надо припарковаться. Там в сухне, в чем у вас. Так, здесь мы не помещаемся. Здесь. Ну да. У нас учителя с трудами много знаем. Ну да. Получается, что… Я этого дядьку больше на ангенда 00 походу. Так, ну что, ребята, прибыли мы. Это что есть? Или там есть кинотеатр? Это и есть кинотеатр. Ты здесь не была еще? Знаешь, какие тут кресла? Новые такие. Да. И вот такой красивый сделали. Да. И что там все удобные сиденья для попы. Я вот смотрю, здесь что, ходить нельзя что-то или что они повесили сейчас? У нас страшный ветер. Девчонки, не знаю, будет слышно или нет, но я хотела показать. Вот здание у нас стояло кинотеатр. Он был такой обшарпанный, старый. Смотрите, как красиво его покрасили. Вообще, я сейчас иду и любуюсь. Шикарный. А внутри тоже сделали. Прям, наконец-то к нам пришла цивилизация. Фортнайта. Ну что, Егор, а как ты думаешь, что тебе понравился мультфильм? Ну, не знаю, уже еще. Посмотри, наверное. Полен, тебе понравился? Как ты думаешь? Мне, да, думаю, что понравился, но мне кажется, что место фильма будет белым. А на шестом надо будет три дула снимать. Так, у нас, да, ряд пятый, место шестнадцатая, семнадцатая. Сейчас расскажешь твои впечатления. Ну классный фильм, как Чувак-паук. Мультфильм. Ну классный, как Чувак-паук. А где твоя сумка? А я выбросила пакеты. Сумка здесь. Очень-очень. А лом? А, ломбулка. Там вот это было. Вот там бронья было. Ничего себе. Какая поменяла станы. А это Алекс. Ух ты. Там даже все хрустяшки и вот это вкусняшки. О, набор солдатика. И даже у тебя там чупа-чупсы грудь живут. Да, чупа-чупсы можете достать всех, угостить, Егорка, много их. У меня вкуснее мой кран. Там даже смотрю у тебя. У меня такого набора никогда не было. У тебя мой кран даже есть. У меня смотрит там. Сейчас наверх. Хочу здесь свет повыключать, во-первых. Егорка внизу. Здесь все у него горит. Мы сегодня с ним занимались. Стол надо убрать. Занимались. Осталось нам шесть заданий. Даже не шесть. Куда шесть? Нам осталось десять заданий. Потому что здесь пятьдесят. Вот сейчас мы перешли на сороковую. Да. Вот. За пять дней мы это сделаем. Мы сейчас решили по два задания. Пульт там включать. Оп. Все. Теперь нам нужно где компьютер. Товарищ на ходу раз девался. Кинул. Афонька же слопает это перо. Он еще со вчерашнего дня пытается его. Да, Афоня? Со вчерашнего дня ты пытаешься его. Умять. Переходим теперь к обзору покупок сегодня с магнит косметик. Так. Приехала, короче, с отдыха. И обнаружила, что у меня позаканчивались все умывалки у меня у Софики. Смотрите, девчонки, как раз сегодня. Ой, а чек я не знаю. Я, наверное, его потеряла, что ли. Так. Чек. Чек, 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 чек. А, а, а. А, да. Не потеряла. Скажу вам. Просто мне самое интересное. Смотрите. Как лимитированная коллекция. А, лимитированная коллекция. Сорок процентов бьюти-сыворотки экстракт сакуры. Хит номер один в Японии. А давайте понюхаем. Она, короче, стоила 300... Ой, сейчас я подбросила. 300 с чем-то. 369, да. Ну, как обычно. Вот, когда идут скидки, я или забываю, либо... Ой, мамочки, как она вкусно пахнет. Сегодня буду прям ей пользоваться. Я до того полюбила вот эти вот муссы. Они так хорошо снимают косметику. Они так хорошо очищают кожу, что вот они у меня прям все фавориты. Я прям без них уже жить не могу. В общем, короче, купила такой вот увлажняющий мусс. Потом Софийка у меня попросила... Вот ей нравится пропеллер. Пропеллер какая-то новинка. Мягкий гель для умывания. А, девочки, давайте покажу вам эту пенку. Что я даже не показала. В общем, у нее на нее такая вот заглушка есть защитная. Снимаем. Ну, пенка, наверное, как и на тех. Ну, понятно, там воздух. Сейчас он выйдет и все появится. Ну-ка. Ах, какая она мягкая. Ну, да, как там. Все то же самое. И она очень надолго хватает. Мне чем нравится, она экономичная. Потому что вот эта жидкость, ее много. А когда выдается пенки, она, понятное дело, что используется меньше. Ну, такая вот довольно густая, смотрите. Ах, пахнет как приятно. Сейчас руку заодно помыла. Смотрите, какое одно нажатие. И вся моя рука помылась. Вот почему я говорю люблю дав, она очень экономичная. Одно нажатие в ваше лицо. О, смотрите, она еще распенивается. Вообще классная, классная вещь. Мне даже не жалко вот эти вот деньги. Пойду смывать, потому что это нереально. Классное средство. Девочки, я вернулась. Рука прям пахнет это муссом. Прям обалденно. Смотрите, мы продолжаем. Пропеллер Софьеньки. Любимая новинка. Гель мягкий для умывания. С антиугревым комплексом для правильного умывания без мыла. В основе геля мягкие моющие компоненты, которые нежно очищают проблемную кожу, не травмируя липидные барьеры эпидермиса. Повышает натуральные барьерные свойства кожи. Нанесите на влажную кожу. Вспейте массирую. Распределите пену по коже лица. Смойте большим количеством воды. Утром и вечером. Так, а ну-ка. Мне запольгировано, да? Что там за частицы? Мне просто интересно. Ой, пузырь. Не знаю, обычный белый гель. Вот такой вот, короче говоря. Значит, 24 часа антиокнегель для умывания от прыщей. Глубок очищает кожу, жирный блеск снимает и замедляет рост бактерий. Вот так вот, девочки. Новая формула. Давайте посмотрим. Способ применения тот же самый, да? А, тут депантенолок, отвлажняющий, смягчающий действие на проблемную кожу лица. И при этом выработка кожного жира. Цинк. Ага. Цинк. Убежает размножение оконной бактерии. Так, а ну-ка. Ну, тоже, наверное, прозрачная. Ну, да, у них, в принципе, одинаково как он. Пашу, тут так как бы обыкновенно. Все нравится, пусть пользуются. Девочки, что еще, что еще. Вот повторила такой вот гель для умывания, да? Ежедневное очищение лица. Так, источник увлажнения, очищающий гель плюс мягкий гранул. А, точно, там были мягкие гранулы пять в одном. Он тоже прозрачный, но с какими-то этими вкраплениями такими, да, вот они. Белые, их не видно даже, не фокусируется. Афоня, ты забрал весь фокус. Ну, пахнет так, себе нейтрально. Ну, как бы я не сказала, чтобы я прям восторгивала. Девочки, взяла попробовать. Чистая линия, вот. Так. Ой, что-то со мной сегодня. Действительно, я не устала. Я не сказала почему-то, да? Так, 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 так. Девчонки, ну, смотрите. Пропеллер один был 149 рублей, а второй пропеллер это мягкий гель, мягкий гель. Вот этот вот был 129. Я вам не так сказала. Этот 149. И вот эта вещь. Решила попробовать чистую линию. Она тоже 149 рублей. А вот уже у нас... Ой, как шушок был, девчонки. С точки увлажнения очищения. 99 рублей. Да, 100 рецептов красоты. 99 рублей, девочки. А вот это 149. Гель для умывания. Нежное ощущение. Улучшает цвет лица. Заряд энергии свежести. Не сушит кожу для нормальной комбинированной кожи. Вообще, чистую линию не очень я люблю ее умывалки. Они какие-то невкусно пахнут вообще. Но вот этот я открывала и прям нюхала его там. Я бы не сказала, что прям я тоже в восторге от этого запаха. Но он, по крайней мере, не отталкивающий. Как у них другие гели, вот такие маленькие, которые... Так, не могу где-то ровно закрутить. Буду пробовать, как он очищает потом. Если вдруг не забуду или что... Сообщу вам. Мультиактивный гель для умывания на 100% в натуральном основе. Не сушит кожу. Уж это я прям сильно сомневаюсь. Девчонки, состав. Ничего дальше применения. Что-то я вообще не пойму, не вижу. Так, нанесите на влажное лицо по моему сердцу. Ну, как обычно. Дельная кожа. Буду пробовать. Что-то вообще у нас какая-то этот... Магнит косметик бедноватый. Ничего не могла найти. Это самое интересное. Вот все, что нашла, вот это и купила. Так, девочки. И у меня ночной крем закончился. Мой вот этот вот израильский. Я себе купила L'Oreal. Возраст эксперт. Ночной 45. Лифтинг. Уход против морщин. Мне кажется, он будет густоватый. Что-то мне так кажется. Сейчас посмотрим. Сразу эти коробочки. Все нужно выбросить. Так, мне кажется, он такой у меня был. Слушайте. Ой, ну запах. Ммм. Приятнейший запах. Не буду это сейчас. Руками. Афоня. Ты мне мешаешь вообще-то. Если что. Там у нас сегодня праздник что-ли в городе. Видимо эти фейерверк или что. Он начал нервничать. Так. Лифтинг. Так. Начинаю с 45+. Наносите крем. Каждый вечер. На очищенное лицо и шее. Легким. Круговыми движениями. Буду пользоваться. Мне кажется, он плотноватый. Плотноватый. Но у меня дневной есть лазер. Покупала его, по-моему, за тысячу. Мне кажется, он стоил. Мне нравится. Он такой легкий. Запах приятный. Прям. Кожа после него такая прям увлажненная. А вот этот вот. Именно эта серия. Возраст эксперт. Мне кажется, она будет плотноватенькая. Но буду тоже пробовать на ночь. Не будет не страшно. У меня вроде как порни закупориваются. Никогда к нам таких вот прыщей. Ничего не бывает. Не знаю почему. Вот фу. За сколько лет. Никогда таких проблем с прыщами на моем лице я не испытывала. Как-то все нормально у меня. Так. И взяла тоже. Вот. Магнит косметик. Я брала носки. Мужские. Смоленские. Смоленские. Наверное. Они прямо ездили в Смоленск. Да. Как это символично. Символично все получилось. Наверное. Хорошие. Раз. Прямо они пишут. Смоленские. Тоже. Вот я их взяла. Потому что. Была на них скидка. И они стоили по 67 рублей. Что ли. Вот эта резинка. Мне прямо она очень нравится. Тут я уже нормально. С размером. 29. 43. 44. Тянутся так хорошо. Короче. Три пары взяла. Вот такие вот покупочки были у меня в магнит косметик. Небольшие. И сейчас девчонки покажу вам вещи. Девчонки. Сейчас Софейка убегает. Поэтому. Хочу вам показать. Вот такая вот юбка джинсовая. Черная. Джинсовая юбочка. Она сзади. Внизу такая. Слезается. Да? Ну да. Она не подшитая. Как бы она еще будет распускаться. Ну такая вообще классная. Она симпатичная. С ремешком. Она стоила 1799 рублей. Это бешка. Она еще раз. Видишь? Как у меня платье на таком поясе. Да, да. И это завышенная капиталия. Да? Слишком завышенная. Это прям. Ага. Все. Вот так. И футболка. Футболка это уже твое. В твоем мы вообще набрали много футболочки. Я вам сейчас покажу. Вот такая вот футболка. Она у нас стоит. Это или это ее? Это не ее. Они там все подачи на 179. А, да. У них было 179. Все футболочки висели в ряд взяли. А сзади просто белые. Да. Ну вот так вот. Да. Так что. И сейчас вам покажу еще остальные вещи. Давайте покажу, что мы там в Смоленске немножко из вещей взяли. Смотрите. В твое была распродажа. Там футболок. О, это 400 рублей оказывается. Смотрите, девчонки. Софийка купила себе вот такой белый под этот сарафан. Потом вот такую себе футболочку. Вот они уже идут по 199. Вот такой вот футболочку себе взяла в твое. Потом вот такой вот расцветочки взяла. 399 футболку. Потом такой типа как топик, не топик. Мне кажется тоже 199. Да, 199. Да, 199. Вот такой. И вот такой вот герой вроде он как модный сейчас что ли. Тоже по 200 рублей. Ну вот этот, да? Кто это такой? Марти какой-то. Так, дальше что мы еще покажу. Сейчас вот эти вот уберу футболочки. Все равно их на стирку, да, относить. Упс. Думала снимать, не снимать. Потом думаю, ладно, покажу. Потому что... Сейчас. Смотрите, в твое еще взяли Софийка себе ходить дома. Вот я хочу после душа, чтобы выходить, одевать. Типа он как халатик, не халатик. Смотрите, он такой большой, прям безразмерный. Распродажа была 300 рублей, обошелся. Ну, как вот его назвать? Футболка, не футболка, туника, не туника. Я сейчас смотрела, там первая цена у него начиналась с 700 рублей. Или даже... Давайте посмотрим. Вот я вот до этой отодрала, видите, 669. А что там еще под ней? Что-то интересно, какая изначально была у него цена. А, смотрите, девчонки, он стоил почти 900 рублей. С 900 рублей купить за 200, за 300 рублей, мне кажется, это классно. У него еще такой состав. ХБшечка такая, она не тонкая, не просвечивающая. Ну, как качественная. Мне очень понравилось. Вот Соня себе взяла, а я себе взяла. Это какой размер, девчонки? Извиняюсь, столкнула. МКЛ-ка, это моя, туника. За 300 рублей, мне кажется, вообще... Шелкот у нас нету, твое. Мне вообще он нравится. Почему у нас нет? Непонятно. И вот тут поменьше размер, соответственно, это уже Софика себе взяла. Тоже такая же цена. Скажите, симпатично. Прям вот после душа вечером тусоваться. Прям оно, оно. Дальше, девочки, что у меня тут лежит? Что вам показать? Или блузку для школы в H&M. Стоила она 1499 рублей. Материал такой вот приятный взяли, потому что материал приятный стирать, соответственно, надо, потому что немножко... Ну, он такой вот шелково-бархатный, какой-то он мягкий прям. Вот если кому в школу нужно, детям, потому что мы зашли еще в моде. Все наподобие тоже, кстати, такие были, но немножко материал другой. Хотя вот тут какая-то модель одинаковая, с такой вот золотой пуговичкой этой, но ее вот так можно закрыть. Взяли, в общем, ей в школу. Вообще, в школу я беру, я очень хорошая рубашка, мне нравится. Манго качественные такие. Вот эту она одела с H&M. Тоже ничего, понравилось нам. Так что взяли полтора тысячи. Потом, девочки, после я в прошлом ролике вам показывала, моя куртка. Моя куртка 1990 она стоила. Ветровка, да, вот этот вот магазин. Так, а где их делают? Мы сказали, что вроде это как сеть сделана в Китае, состав ВС. Вот мне она очень понравилась. В предыдущем ролике, если захотите, где мы в Смоленске, я там в конце ролика вот прям в ней хожу. Она такая классная, она такая прям такая пыльная роза даже. Я не сказала, что она пудровая, она какая-то как пыльная роза. Я обожаю такой цвет. Такая классная. И смотрится и с джинсиками, и с черными брючками, мне кажется. И вот это вот у нее замочек, смотрите, какой шикардосный. Вот такая вот ветровочка симпатичная. Дальше, девчонки, что у нас здесь еще появляется? Да что ж так уже купили в моде сев. Всегда беру на работу. Ему вот в футболке вот такой вырез треугольненький. Удобные, хорошие футболочки. 300 рублей, да, они стоят. И у нас, смотрите, какой, смотрите, какой у нас огромный размер. Короче, взяла ему, он одну уже одел в гараж, убежал. Ну что, хорошо, 300 рублей не жалко. То, что у него уже такая работа, он часто меняет. Когда он сидит, допустим, в кабинете, занимается такой чистой работой, бумажки и все такое, то, естественно, вещи другие. А когда он в гараж бежит и уж там непосредственно машина ремонтировать, то вот это вот прям как расходный материал. Мы когда ездим в другие города, мы всегда стараемся закупать эту футболку, чтобы они у меня всегда в запасах лежали и шорты. А зимой то штаны покупая. Ну вот купила, считай, а в одной мне взял еще три вот на тысячу рублей четыре футболки, это же прекрасно. И Егорки там взяла, смотрите, девчонки были одни, взяла бы еще спортивные штаны метр сорок. Как зашли в H&M у них даже нету таких синих штанов размером метр сорок. А нам в школу такие нужны. Смотрите, 600 рублей, но тоже хорошая цена. Написано на десять лет. Ой, а мы вообще только второй класс. Ну, смотрите, вот такие вот. Качество вроде неплохое. Посмотрим, как будет носиться. Ни разу не покупала, не знаю. Не разлезется это все быстро. А где это вообще все делается? Не сумасши, интересно. А, Узбекистан. Блин, Узбекистан и есть такое дело, что у них вот тут вот может распарываться, прям вот так вот идти, как стрелы. Короче, посмотрим. Для начала пойдет. Не могу ни Фаберлик, не могу найти на базар этот. Ну, сюда на рынок бежать придется, наверное. Ой, не знаю. Куча мыслей в голове. Короче, девчонки купила и все. А, вот еще, кстати, в Бешке, когда заходили, садика себе вещи покупала. Кстати, ту розовую ветровку, которая была, это мне муж выбрал. Он говорит, Наташа, бери, 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 бери. И еще до нее зашли мы в Бешку и вот такая вот курточка тоже была. Была такая куртка, значит, какого цвета, скажите? Бежевая, вот, наверное, такая прям светло-светло-бежевая. И была такая розовенькая. У меня тоже, кстати, в предыдущем ролике есть, я в ней стою. Внизу она вот так вот затягивается, девчонки, смотрите. На глаз затянули. Она как катоновая, что ли. Выглядит вот так два кармашика. Тут уже капюшончика нету. И вот, смотрите, какой состав. Вот у нее она, как катоновая. Непонятно, джинсовая не джинсовая, а такой плотный. Сейчас посмотрим, почем она была. Так, Бешка, М-ка, 1800. А что у нас в составе? Стопроцентный хлопок, девчонки. Да, вот такой катон прям плотненький. Мне она понравилась, тоже классная. Ну, короче, у меня теперь две розовые. Не знаю, что мне понесло, она розовая. Ну, они немножко отличаются. Если, допустим, это прям розовая-розовая, розовая роза. Немножко у вас светловато передает, она немножко потемнее. То здесь вот так вот. Все-таки немножко разные, да? Все-таки действительно так пыльно смотрится. Так, девчонки, зашли в фамилию первый раз. Кстати, нам там карточку дали скидочную. Не знаю, мне раньше казалось, я, конечно, была, наверное, не права, что в фамилии, ну, там вот до того как-то все висит и собрано, что она напоминает как-то секонд-хенд. Но цены для секонд-хенда, извините меня, дорогущие. Поэтому мы никогда в фамилию не заходили. А вот раз прям зашли, что-то, знаете, так попрекался, хи-хи-хи-хи-хи-хи. Начала мерить там пальто одно, второе. И такой прям вещи таким можно выбрать неплохие. Вот муж себе куртку там купил. Вот такая фирма. На осень. 54-й в лес еще ровно. Так, изготовитель у нас кто? Китайская. Куртка мужская. Ну, такая неплохая. То есть тоже бегать из дома в гараж или в какой-то магазин съездить. Такая курточка. Она как бы внизу тоже на резиночке. Но у вас она прям блестит. Блестит, как будто она действительно какая-то... Свет так падает. Как она называется? Космическая. Она не такая на самом деле. Обычная. Просто видела, блестит сильно. Замочек у нее. Ну, так ничего качества. Мне понравилось. И вот тут вот она. Как бы не полупустая, прям вся такая набитая. Короче, взял, взял. Сколько она была? Я вам цену сказала или нет? Уже не помню. Представляете, девочки? Не сказала, наверное. Смотрите, она стоила 2 500. Цена в других магазинах ее 5 900. Девчонки, это правда интересно. Я даже не замечала эту. Ну, за 3 500 взяли. Симпатичная. 2 500 для взрослого. Еще 54 размера. Я считаю, это прям вообще очень даже неплохо. А, и последняя, самая крупная. Там вот я вот юбочку вам показала, Соня брала. Потом она... Еще одна футболка у нее. И вот она себе взяла в бешке тоже. Девчонки, смотрите. М-ка. 3 500. Это у нас вот такая вот джинсовая черная куртка. Кстати, в том ролике она мерила тоже. Если интересно, посмотрите, как она сидит. Вообще классно. Мне понравилось это то, что я взяла. Но так как черную еще одну мне не разрешили брать, одинаково ходить, то от синей я воздержалась. Ну, так тут мех прям везде. Ну, на рукава. Давайте посмотрим. А рукава здесь уже такая стеганка идет. Ну, на осень прям хорошо будет. Вот такая вот симпатичная курточка. Девчонки, ну вот. И все, что мы там купили. В принципе, здесь еще много чего не нашли. Такие вот. Не очень большой ассортимент, конечно, в этом городе. Ну, зато я купила себе две истровки. Муж себе это купил. Потому что я говорю, мы фамилию раньше вообще не заходили. Там от того, что не так много магазинов, пришлось их обходить все. Ну, ту часть, которая там имеется. Поэтому вот так. Ну, все. Все обзоры я вам сняла. Афоня уже развалился. Дрыхнет здесь лежит. У нас, девчонки, десятый час. Я буду всех перекупать. Но не всех. Скупая Егора. Ммм. Ммм. Вот. И... Себя. Да, сейчас папа с кого звонил, уже придет тоже домой. Он бы быстрее в ванную звонить. Пока он туда не забежал первый. А, кстати, мы когда были... А где же ты давали? Модиси. Там какая-то акция за рубль. Там корзин, что хочешь, что бери. Взяла вот такую наклеющуюся эту. Двусторонние. Можно даже не завелочка, да? Девчонки, наверное. Снежинка. Много траншами у них по 200 стоили. А, нет. 100 рублей на стол. 100 рублей за рубль купили, короче говоря. Мелочи приятно. Ну все, девчонки. Если я сегодня уже не подключусь, силы не найду в себе, то всем пока. Спасибо, что посмотрели меня. Спасибо, что заходите на наш канал. Спасибо вам огромное. Пишите комментарии, ставьте пальчики вверх, если есть желание. Мне вообще приятно, что я вижу просмотры на своем канале. Мне уже кажется. О, а если люди смотрят, может быть даже им не нравится. Что-то же они включают и что-то же смотрят здесь. Так что вот большое вам огромное спасибо. Без зрителя и не будет канала. И смысла это вести тоже не будет. Так. О, Егорушка. Что ты, зайчик, делаешь? Это которые новые или которые уже у тебя были? И тех, и дома которые. Ммм. Молодец. Я сейчас водичку наберу. Когда мы шашки поиграем? Просто шашки? Да. А где шашки? Что шашки? Ну да. Можно мы с солдатиками. Сюда солдатиков спустил. Тебе здесь больше нравится, да, и наиграет? Пискотверт такой солдатский. А у тебя же там тоже ковер есть. А, солдатский, в смысле расцветка такая? Ну да. Как поле, да? Да. Еще. Я делала тот момент, когда американские солдаты захватывали побережье Франции. Ммм. Вот какая у тебя серия. Стою лёжу людей победила. Кошмар. А вот один из этих солдатов сидит. Вот это большой. Это генерал у них вот. Рыженький такой. Музыка. 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 Музыка.